Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире информационный выпуск, подготовленный корреспондентами городского телевидения, в студии для вас работает диктор Дмитрий Полячук и оператор Юрий Кузьменко. Сегодня в выпуске. Гололед застал врасплох горожан. Семь пожаров произошло за неделю в Зиминском районе. Анастасия Баддина представляла Саянск на первом канале в шоу «Голос». А теперь об этих и других событиях более подробно. Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016-2018 годы ратифицировала городская дума Саянска. На следующий год планируется реализация восьми объектов, находящихся в городской собственности. Концепция первоочередной реализации убыточных объектов, за которую боролись последние годы депутаты фракции «Единая Россия», в новом плане соблюдена. На продаже будет выставлено имущество, которое несет казни убыток и которое не имеет социальной направленности. На следующий год планируется реализация восьми объектов, находящихся в городской собственности. Пять из них находятся на территории промышленно-коммунальной зоны, два нежилых помещения в молодежном микрорайоне и кирпичное здание в Олимпийском. На 17-е и 18-е годы намечена продажа еще двух объектов. Кроме того, депутаты утвердили изменения в текущий прогнозный план на 15-17-е годы в части доходов городской казны от приватизации. Поступление денежных средств от продажи объектов на этот год намечено в размере 6 миллионов рублей. Более 5,5 из них уже поступило в казну. В 16-17 году ожидаемое поступление денежных средств определено в 4 миллиона рублей. У нас продавать-то уже нечего. Все, что было, все продали. Сейчас осталось то, что не нужно продавать. Поэтому набираем такие объекты, как это. Меж тем, новое налоговое правило 2016 года, говорит глава администрации, могут существенно опустошить городскую казну. Мы посчитали то имущество, которое мы владеем, мы будем платить 30 миллионов налога на имущество. Но это для нас катастрофа. И поэтому от всех непрофильных активов мы будем, ну те, которые не приносят реальную прибыль. А у нас есть таких очень много. То есть, если школа, вот сразу она сказала, если школа есть, она нормальна, она не облагается. Ну, как учебная. А все, что при школе рядом, вот эти гаражи, которые не относятся к учебному процессу, будут облагаться налогом. Нас будут облагаться налогом все наши стоянки, баня, ну, все, что, вся недвижимость, которая есть в муниципалитете, в том числе и спорт. Однако продажи социально значимых объектов муниципального имущества не будет, заверил мэр. Единственное, что я запретил, это объекты спорта и библиотеки. Было желание у некоторых товарищей продать библиотеки в пятом и в седьмом веке, категорически запретил, что этого делать не будем. Даже не из-за того, что сложно их продать, а из-за того, что просто они в библиотеке. В настоящий момент решается вопрос о возможности реализации иного муниципального имущества, которое несет казне убыток и не имеет социальной направленности. Холод, как водится, подкрался неожиданно. И с самого утра саянцев врасплох застал гололед. Горожанам пришлось показывать чудеса эквилибристики, ведь не упасть на скользкой дорожке задача не из легких. По тонкому льду непогода застала горожан, как всегда, врасплох. Неприятной неожиданностью стала и гололедица. Вечно спутница осадков и перепада температур. В утренние часы саянцам пришлось добираться по улицам города пробежками, дабы не пасть жертвой коварной наледи. Сейчас женщина чуть не упала. Скользко, конечно. Сейчас вообще даже выезжать, даже, кто опыта нету на машинах, лучше не выезжать. Сейчас гололед первый пройдет, а потом уже мороз ударит, и будет все нормально. Ну, скользко. Вот там от 2,6 шла скользко. Вот такая шла, как на ходульках. Вот я не знаю, еще не до шла, как после гололеда вот там, как раз вот по этой улице, по центральной тротуары, если не очистили, то скользко там ходить. Согласно прогнозу синоптиков, снег порадует горожан все первые числа октября. Потеплее с 4 числа, ну а потом вновь осенняя погода начнет свои капризы. Вообще, в течение месяца сохранится относительно теплая погода, конечно, заморозков не избежать. Среднемесячная температура воздуха в южной и западной части области составит примерно минус 1, плюс 2 градуса, что на 1 градус выше климатической нормы. В северных районах будет холоднее, среднемесячная температура в пределах минус 3-7 градусов. Несмотря на осеннюю погоду, в Иркутской области еще не было бабьего лета. Обычно так называют период, когда листья на деревьях уже пожелтевшие, а погода достаточно теплая. Впрочем, бабье лето может начаться и в октябре, что вполне вероятно, учитывая позднее начало осени. Октябрь на Руси называли грязняком, хотя еще и случаются солнечные деньки, но небо часто хмурится и сыплет мелкие осенние дождика и снег. С деревьев опадает листва, начинаются первые ночные заморозки. К октябрю полевые работы заканчивались, и наступало время свадеб. И христианский праздник покров Пресвятого Богородицы считается в народе покровителем невест. В этот день невесты, заботясь о своей будущей семейной жизни, молятся «Батюшка покров, мою голову покрой». Октябрь землю покроет листком, а где снежком. Октябрь грязник, ни колеса, ни полоза не любит. Согласно народным приметам, если в октябре луна в кругу, то лето будет сухим. Если в октябре листья с берез опадают чисто, к легкому году, а не чисто ждать суровой зимы. Если на арену 1 октября журавли полетят на юг, то на покров 14 октября надо ждать первого мороза. 5 октября отмечается Всемирный день учителя, который был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. В Саянске этот день является профессиональным праздником для 750 педагогов, работающих в городе. Около 750 педагогов трудятся сейчас в системе образования Саянска. Из них 59% имеют высшее образование. При этом 196 работников сферы образования города отмечены ведомственными наградами. 26% от общего числа педагогов – немалая цифра. 263 работника награждены наградами Министерства образования Иркутской области. 9 удостоены наград губернатора Иркутской области. 104 отмечены наградами мэра городского округа. Высшую квалификационную категорию в настоящий момент имеет 107 человек. Первую – 247. Суммарно, первую и вторую категорию имеет 47% педагогов. Причем региональный норматив составляет 40%. Такая статистика, озвученная начальником управления образования Саянска на педагогической конференции в начале учебного года, в очередной раз подтверждает – саянских детей учат замечательные педагоги – профессионалы. Это утверждение подтверждает и члены жюри всевозможных конкурсов, в которых принимает участие саянцы. Только в 2014 году 280 работников образования города приняло участие в конкурсах разного уровня. 54 из них получили дипломы победителей и призеров. В 2015 году опыт еще 26 педагогов города оформлен конкурсными материалами и представлен в областную комиссию на премию губернатора Иркутской области. В рамках профессионального конкурса образования два учителя представили пакеты документов на премию президента. Документы четырех педагогов подготовлены и направлены на участие во всероссийском конкурсе за нравственный подвиг учителя. Среди достижений, которыми стоит гордиться, также награды образовательным учреждениям. Лауреатом губернаторского конкурса «Лучшая образовательная организация в Иркутской области» в 2015 году в номинации «Школа качества» и обладателем премии в размере 300 тысяч рублей стала «Саянская школа номер 5». Сотрудники наркоконтроля задержали наркосбытчиков героина. Руки за голову! Жаль всем! Наркополицейские города задержали преступную группу, занимавшуюся сбытом героина в Зиминском районе. Информация о деятельности группы поступила в августе текущего года. В течение месяца оперативные сотрудники нарабатывали доказательную базу для задержания преступников. А на прошлой неделе в ходе спланированной операции участники группы были задержаны. Нашими сотрудниками были задержаны женщины цыганской национальности, которые осуществляли сбыт наркотического средства героин на территории города Зима в составе группы лиц по предварительному сговору. Кстати, в роли покупателей выступили сами оперативники. Как только продавец передала полицейским чек с героином, ее тут же арестовали. Преступная деятельность данных гражданок цыганской национальности была задокументирована. В отношении них проведены оперативно-ростные мероприятия, проверочная закупка, в ходе которых был осуществлен сбыт наркотика героин этими же гражданками. Также установлено, что лица цыганской национальности, которые были задержаны за совершение преступлений, о которых я говорила выше, ранее привлекались за аналогичные виды преступлений, то есть за сбыт наркотиков. В настоящее время все участники преступного бизнеса дают признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере группой лиц». Ведется следствие. Предположительно, срок наказания за совершенное преступление предполагает от 20 до 25 лет лишения свободы. В Саянске продолжается выдача полисов медицинского страхования. Специалисты предупреждают население, застрахован человек может быть только в одной страховой компании. Наличие полиса обязательного медицинского страхования – это гарантия получения бесплатной медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования. По полису УМС каждый застрахованный имеет право получить медицинскую помощь на всей территории России в рамках базовой программы УМС, независимо от того, в каком регионе он его получил, и в рамках территориальной программы УМС в том регионе, в котором получен полис. Нередки случаи, когда граждане теряют страховые медицинские полиса и обращаются в страховую компанию за новым. Случается, на одного человека оформляется несколько полисов УМС разных страховых компаний. Он просто забыл, где был застрахован, пришел в одну из страховых компаний, потерял, объясняет, я потерял полис. Он видит, что эта страховая компания близко, эта страховая компания, значит, его идентифицирует по паспорту, входит в поле застрахованных, видит, что он застрахован другой страховой компанией, она пытается там этот страховой полис закрыть и выдать ему временное, то есть тратится вот эти деньги их на приобретение новых страховых полисов, но зато они приобретают нового застрахованного. Количество застрахованных выгодно каждой страховой компании в Саянске, сегодня их действует пять. Полис УМС становится документом, который гражданин получает единожды, а при определенных обстоятельствах изменения фамилии или имени, смены места жительства переоформляет его. При наличии указанных обстоятельств гражданину необходимо в течение 30 дней уведомить свою страховую компанию об изменении. Переоформление полиса осуществляется по заявлению граждан. Они начинают идти на поводу работников страховых компаний и получают полисы в нескольких страховых компаниях. Страховые медицинские организации вот даже так работают. И вот мы недавно собирали уже пункты выдачи сотрудников, пунктов выдачи работали на эту тему. Гражданам стоит больше знать о полисах УМС и своей страховой компании. Тогда при непредвиденных обстоятельствах можно избежать многих проблем. За неделю в Зиминском районе зарегистрировано 7 пожаров. Чаще всего причиной их является неисправность печного отопления. С наступлением холодов жители сельской местности запаслись кто дровами для печей, кто обогревателями. И тут же сводки МЧС запестрили сообщениями о бытовых пожарах. Только за прошедшую неделю было зарегистрировано 7 возгораний. Практически все сводки МЧС заканчиваются одинаково. Причина пожара – нарушение правил устройства, эксплуатации отопительных печей и нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования. В итоге кто-то потерял по собственной неосторожности имущество, кто-то едва не сгорел сам. В основном пожары произошли в жилом секторе. Это на территории города Зимы, Зиминского района. По всем фактам были проведены проверки. Со дня на день на улице похолодает еще сильнее, значит жители сельской местности греться начнут еще активнее. В этот период спасатели обращаются к людям с просьбой быть крайне осторожными в обращении с огнем и электроприборами. В последний раз из-за нарушения эксплуатации электроприборов частично сгорела часть дома и веранда. К счастью, во всех зарегистрированных случаях обошлось без жертв. Пожар ликвидирован был вовремя, но, к сожалению, в результате пожара была повреждена кровля дома и частично веранда дома была повреждена изнутри. В случае роста пожаров и возгораний спасатели будут вынуждены ввести особый противопожарный режим. Ответственные лица уже начали готовить противопожарные средства и технику, останавливать минерализованные полосы вокруг населенных пунктов. Кроме того, въезд леса для горожан теперь закрыт. Запрещается сжечь мусор даже на своих участках. Нарушителей ждут штрафы. А за соблюдением правил пожарной безопасности следят сотрудники полиции и МЧС. День воспитателей и работников дошкольного образования отмечался в России 27 сентября. А 29 сентября в городском совете ветеранов поздравили заслуженных работников детских садов с этим замечательным праздником. Здравствуйте! Я говорю вам, здравствуйте всем родным, знакомым и друзьям! Будьте счастливы и просто здравствуйте! Мира, радости и процветания вам! 45 лет назад в Саянске открылся первый детский сад. Он принял ребятишек-первостроителей. Тех людей, кто приехал покорять еще совсем молодой город, который активно рос и развивался. Затем в Саянске открывались все новые и новые детские сады. В свое время их в городе было достаточно много – 11. Пока родители были на работе, с ребятишками занимались педагоги и воспитатели, многие из которых сейчас уже на заслуженном отдыхе. Сегодня мы проводим мероприятие для ветеранов дошкольного воспитания, для тех замечательных женщин, которые много-много лет заменяли ребятишкам маму и папу, которые многому научили их, которые вкладывали всю свою душу, всю свою любовь у этих деток. И сегодня мы собрались для того, чтобы пообщаться, поздравить друг друга с праздником, зарядиться положительной энергией. Это нам и дает возможность жить, продолжать работать, несмотря ни на какой свой возраст. В гости к ветеранам педагогического образования с музыкальными поздравлениями пришли воспитанники детского сада номер 23 «Лучик» и ныне работающие молодые воспитатели. Праздник прошел в теплой и уютной обстановке. Воспитатели и педагоги пили чай, вспоминали старые добрые времена и с достоинством и улыбками принимали заслуженные теплые и искренние поздравления. Сотрудники ГИБДД провели для учеников школы номер 5 «Цаянска» урок-лекцию «Безопасный путь домой». Чтобы путь был безопасен, необходимо, чтобы вы сами этот путь вычертили и знали, где необходимо двигаться, в каком направлении. В целях повышения безопасности и профилактики дорожно-транспортных происшествий среди детей в школе номер 5 автоинспекторы провели классный час на тему «Безопасный путь домой». Чтобы дорога в школу и домой всегда была безопасной, очень важно научить малышей основным правилам правильного поведения на дороге и напомнить им о необходимости их соблюдения. С малышами на классных часах мы проводим специальные игры или проводим спектакли, чтобы они знали, как себя вести на дороге. Мы им рассказываем все внятно, в игровой форме, чтобы они поняли. И желательно учить правила дорожного движения с детского сада. Многие ребята преодолевают долгий путь со сложным маршрутом. Дорога, закоулки, лесные зоны, стоянки, автомобили. В последнее время острой проблемой является детский травматизм на дорогах, зачастую по пути в школу. Полицейские вместе с юными инспекторами дорожного движения провели с младшими школьниками беседу об основных правилах поведения на проезжей части и предложили на карте нарисовать их путь домой и в школу, чтобы он был безопасным. Когда мы идем в школу, мы идем по дороге, где ездят машины, мотоциклы. Если не соблюдать дорожные правила, мы можем попасть в аварию. Поэтому мы на уроке заполняли на листочках, как дойти до своего дома по безопасному уходу. Как отмечают дорожные инспекторы, улица для детей – это сложный, коварный, обманчивый мир, полный скрытых опасностей. Но благодаря проводимой профилактической работе можно воспитать примерных детей. А самое главное – снизить показатели дорожно-транспортного травматизма. В Саянске состоялся муниципальный этап конкурса «Ученик года-2015». Победитель будет представлять наш город на областном конкурсе. С 28 по 30 сентября семеро лучших учеников саянских школ соревновались за право быть победителем в городском конкурсе «Ученик года-2015», который проводится в Иркутской области, начиная с 2001 года. Проходит этот конкурс в три этапа. Первый день проходит в детской библиотеке. Проходит у нас первый конкурс СС. В этом году тема была посвящена любимому городу Саянску. И проходит в первый день у нас интеллектуальная игра «Эрудит». Во второй день проходит такой конкурс, как социальное партнерство. Каждый участник создает свою некоммерческую организацию и идет по кругу и вступает в контакт с социальными партнерами. 30 сентября состоялся третий этап конкурса «Ученик года» – презентации претендентов на победу самих себя. Ребята показывали различные мастер-классы и в форме театра одного актера рассказывали о себе, своих талантах, достижениях. Хоть и страшно мне, судьи строгие, перед девами держать речь публичную, все равно постою до последнего, представляя школу любимую. Саянск постоянно принимает участие в областном этапе конкурса «Ученик года» и стабильно показывает хорошие результаты. За 15 конкурсов многие ребята, которые победили на городском этапе, стали лауреатами. Есть у нас даже победитель Литвинцева Анастасия, гимназия номер один, которая победила в областном конкурсе. По результатам сложной борьбы лучшим учеником года в Саянске стал ученик гимназии имени Виктора Александровича Надькина Иван Губин. Второе место занял ученик второй школы Анатолий Пахалков, а третье почетное у Юлии Приловской, ученица школы номер 4. Все ребята получили дипломы и подарки, а Иван Губин будет представлять наш город на областном этапе конкурса «Ученик года-2015», а также будет получать стипендию мэра города Саянска. В минувшую пятницу во Дворце культуры юности чествовали работников Саянского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Это учреждение отметило 20-летний юбилей. Так душевно приветствовали солисты популярного ансамбля «Млада» со сцены Дворца культуры юность виновников торжества, работников Саянского дома-интерната для престарелых и инвалидов, которые в этот вечер отмечали 20-летний юбилей своего учреждения. Профессия этих людей – милосердие, их подопечные люди трудной судьбы, одинокие старики, инвалиды по слуху и по зрению, неходячие, лишенные поддержки близких. Ну нельзя нам выполнить правильно эти обязанности, если мы вложим душу и сердце, может это высокопарно звучит, но это правда на самом деле так. Каждый день, уходя на работу, они знают, что частичку себя, частичку сердца, частичку души они, конечно же, отдают нашим проживающим. В 1995 году бывшая казарма на территории города была переоборудована в социальное учреждение для стариков, бездомных и инвалидов. В лихие 90-е их по всей стране оказалось множество. Сегодня в Саянском доме-интернате проживает 300 человек, которых обслуживает 209 сотрудников. На сцене лучшим работником грамоты Министерства социального развития области и благодарности губернатора и мэра города вручал глава администрации Саянска Олег Боровский. Почетной грамотой Министерства социального развития, опеки и попечительства награждается Елена Васильевна Чепикова, провизор. Елена Васильевна пришла в социальную сферу в 2001 году и система здесь рекомендовала себя как ответственной при перспективной работе. К избранной профессии относятся с любовью. Инициатива и творческий подход отличают стиль ее работы. Только перечисление профессий лучших работников говорит о том, насколько сложна и многогранна структура этого социального учреждения. Среди награжденных провизоры, медсестры, культработники, водители, гладильщицы, операторы стиральных машин. Мне от всей души хочется поздравить всех наших уважаемых коллег с юбилеем. Пожелать прежде всего здоровья всем нам, нашим получателям услуг. Хочется пожелать уюта, тепла в доме, понимания. Потому что люди, которые работают у нас сегодня в учреждении, они много тепла и заботы отдают. И может быть в другой раз и не хватает им на свою семью. Поэтому уюта вам и тепла. Профессия всех, без исключения сидящих в зале, это каждодневный труд души и сердца, который требует много теплоты, искреннего сострадания и чуткости. Множество добрых слов прозвучало в этот вечер в адрес юбиляров. Слова благодарности за профессионализм и самоотдачу. Пожелания новых свершений в их благородном труде. Анастасия Бадина на Первом канале в шоу «Голос». Саянская девушка представляла свои таланты в популярном шоу. Саянская девушка Саэнск прозвучал на всю страну. В популярном музыкальном шоу Первого канала «Голос» Саэнская девушка, известная горожанам экс-солистской ансамбле «Экспромт», а ныне студентка Московского института современного искусства Анастасия Бадьина со своим коллективом «Бубамара Брасбенд» представила неординарный номер – народную цыганскую песню «Шукаре». Поддержать конкурсантку на слепых прослушиваниях приехали родители Анастасии, Наталья и Сергея Бадины. Также в группе поддержки был ее именитый педагог, профессор Юрий Елизаров. Особенно порадовало, что Настю пропустили с ее группой, с одной из ее групп. Хотя некоторые считают, что там неудачная песня, еще что-то. Но если бы она спела простую джазовую композицию, хотя она, конечно, джаз сам по себе очень интересная, музыка, она бы не запомнилась ничем. Или эстрадную, что для нее тоже не представляет, как говорится, сложности спеть. Она бы тоже не запомнилась. А именно вот такая вот оригинальная цыганская песня. Оказаться в проекте «Голос» и представить свои таланты на всю страну – достижение действительно значимое. Особенно для молодого музыканта. Из тысячи претендентов со всей России и зарубежья на слепые прослушивания попали лишь 150 человек. Она не верила до последнего. Что вообще? Да. Что вообще дошло до съемок и что вообще это покажут. Она говорит, пока я не увижу по телевизору себя, я, говорит, не поверю. Я не поверю. Мама, там вообще, говорит, нереально попасть, я не поверю. Номер, который Анастасия представила на московской сцене, отличался профессиональным исполнением. Группа представила яркое шоу, оригинальную композицию. Однако никто из наставников, а это Полина Гагарина, Баста, Григорий Лепс, Александр Градский, к участнице не повернулся. Хотя после выступления музыканты услышали немало похвал в свой адрес. Анастасия выступает с несколькими музыкальными коллективами, работают которые в различных жанрах. Впереди у девушки множество творческих планов и, безусловно, работа на музыкальном поприще. Кстати, у Анастасии Бодиной еще есть возможность остаться в шоу. В группе проекта «Голос» в Фейсбуке проводится опрос, кого из участников вы хотели оставить в проекте. Горожане могут отдать свой голос за талантливую землячку, прославившую Саянск на всю страну. В Саянске прошел первый тур 14-го международного кубка мира по интеллектуальной игре «Что, где, когда» среди школьных команд. Саянские школьники во второй раз приняли участие в 14-м международном кубке мира по интеллектуальной игре «Что, где, когда». 27 сентября в Саянске состоялся первый тур. Участие приняли 12 команд. Все команды из 4-й школы – это ребята, учащиеся 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов. Все ребята прошли отборочные туры, хорошо готовились. Ведь вопросы игры «Что, где, когда» всегда достаточно сложные и совершенно непредсказуемые. На каждом этапе командам предлагается пакет, содержащий два тура по 12 вопросов. Кубка проводится в четырех возрастных группах – детская, младшая, средняя и старшая. Но все играют на едином пакете вопросов. Вопросы вообще своеобразные. Они на логику, и темы у них разные. Они могут относиться и к литературу, и к искусстве, и к биологии, и вообще просто к каким-то таким. Молодежный Кубок Мира «По что, где, когда» проводится ежегодно, начиная с 2002 года, с целью популяризации форм молодежного интеллектуального досуга, привлечения новичков в движение интеллектуальных игр, выявления сильнейших молодежных команд. В первом туре игры победителем в Саянске стала команда учащихся 9-го В-класса школы номер 4 «Пятый элемент». Всего состоится семь игр. Последняя в сезоне 2015-2016 года пройдет в марте 2016-го. Выставка книги наших гостей разместилась в читальном зале Центральной городской библиотеки. На ней представлены книги с автографами писателей, посетивших в разное время Саянскую библиотеку. В фондах Саянской городской библиотеки более 150 экземпляров книг с автографами писателей и поэтов, подаривших книги Анатолия Байбарадина, Кима Балкова, Евгения Евтушенко, Валентина Курбатова, Юрия Кублановского, Виктора Кулыя, Бориса Лапина, Валентина Распутина, Андрея Румянцева, Валерия Хайрузова и многих других писателей. Эту коллекцию библиотекарь Саянска начали собирать со дня основания библиотеки. Самый старый экземпляр датируется 1987-м годом. Вот эти книги с автографами входят в редкий фонд нашей библиотеки. И вот буквально я сегодня подошла и сразу не увидела книгу. Наш читатель смотрел Кублановского и был очень поражен, что именно его рукой подписана эта книга. И когда вы сами даже будете пролистывать, то вот чувствуется вот это тепло, дух самого писателя. Поэтому это очень для нас важно. Выставка «Книги наших гостей» разместилась в читальном зале Центральной городской библиотеки. На ней представлены книги с автографами писателей, посетившими Саянскую городскую библиотеку. Состоит она из двух разделов. Один посвящен писателям-иркутянам, второй – российским авторам. Это наши все гости, которые были у нас в разное время. И всегда очень интересны встречи с писателями. Но я вообще из всех этих книг со всеми авторами вообще знакома и встречалась. Поэтому, конечно, очень дорогая встреча с Валентином Распутиным. Это было на фестивале этим летом в Иркутске, у нас в Саянске. Поэтому вот его книга подарочная, можно назвать «Издание Сибирь». Однако есть и уникальные для библиотекарей экземпляры. Как, к примеру, монументальное издание «Эрмитаж», подписанное ее составителями, случайно оказавшимся в нашем городе с выставкой. Увидев в небольшом сибирском городке свою книгу, они очень обрадовались и, конечно же, подписали ее. Полистать экземпляры книг с авторской подписью, почитать их, можно в читальном зале Центральной городской библиотеки. Выставка будет работать в течение месяца. Это были все новости на сегодня. Я же с вами прощаюсь с пожеланиями доброго вечера. Всего доброго, берегите себя, а самое главное, будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова